Началась встреча с обсуждения темы аварийности на дорогах. Основные причины столкновений – несоблюдение водителями скоростного режима. Также большой проблемой остается припаркованный в неположенных местах автотранспорт, который мешает обзору и создает аварийные ситуации. Да и подъехать к дому той же скорой или пожарной машине может быть затруднительно. По дворам, где гуляют дети на площадках, где гоняют на машинах так, что не 20 километров, а 40-60, несутся как сумасшедшие. И добавок ко всему, что нас волнует, не может подъехать скорая к подъезду, потому что по тротуару друг за дружкой стоят все, припарковались машины на сутки. Запишем Сергею Васильевичу. Я после сегодняшней встречи переговорил с начальником отдела МВД. Обозначу проблему. Еще раз Каспарова 15, Каспарова 17. Все, что от Каспарова 1 вдоль новых тротуаров до Каспарова 17, обратить внимание на состояние и парковку машин в дворовых территориях, на квартирных домах. Большой проблемой для жителей района и города в целом остается дефицит медицинских кадров и качество медицинских услуг. Из-за этого образуются большие очереди к врачам, что вызывает недовольство пациентов. Мы понимаем, что есть дефицит кадров, но мы тоже на месте не сидим. Мы на протяжении последних трех лет увеличиваем количество целевых направлений для наших школьников, армавирцев, которые хотят учиться в медицинском вузе. Три года назад мы дали 10 направлений, в прошлом году мы дали 20, а в этом году мы дали 30 уже. И дети наши будут учиться, они учатся уже в Кубанском медицинском университете. И целевое направление подразумевает то, что после учебы эти дети придут к нам и пять лет отработают уже в нашей сети общебольничной. Глава города Андрей Харченко отметил, что федеральные, региональные и муниципальные власти в последние годы оказывают значительную поддержку в сфере здравоохранения, повышают зарплату медикам, укрепляют материально-техническую базу, создают комфортные условия труда для медицинского персонала. Все это, по идее, должно было привести к притоку новых кадров и повышению качества медицинского обслуживания. Однако жалобы от населения продолжают поступать. Имеет место дефицит медицинских сотрудников. Жителям Армавира напомнили, что работает горячая линия, по телефонам которой пациенты могут сообщить о фактах ненадлежащего выполнения обязанностей персоналом медучреждения, высказать свои предложения и пожелания по совершенствованию работы больницы-поликлиник. Для скорейшего решения вопросов пациентов в каждом лечебно-профилактическом учреждении Армавира имеется информация о телефонах горячей линии. Так, в городской больнице это номер 8-988-379-4238. Кроме того, круглосуточно действует телефон горячей линии Министерства здравоохранения Краснодарского края 8-800-200-03-66. Кроме того, на встрече обсудили участие муниципалитета в национальных проектах и заслушали отчет местного участкового. Затем глава города провел прием граждан по личным вопросам.